Южноуральцы решили поделиться теплом с одинокими пенсионерами. Активисты движения «За возрождение Урала» начали благотворительную акцию. Они приносят подарки и помогают по дому. Моют полы, колют дрова или топят печку. Акция стартовала сегодня, и я сам побывал у Челябинки, которой первой помогли волонтеры. Мы предположили, что вам будет приятно, если мы вас поздравляем с наступающим Новым годом. Нина Коршунова раньше работала конструктором, занималась научной деятельностью, сейчас живет одна, дети уехали работать в Свердловскую область. Скрасить одиночество и подарить пенсионерке праздник перед Новым годом решили активисты «За возрождение Урала». Никогда такого внимания не было за всю жизнь. Чтобы у меня столько подарков, столько гостей. В основном только родственники сейчас. По молодости было, конечно, а сейчас только родственники. Общественники объявили акцию «Поделись теплом». И Нина Коршунова, ее первая участница, женщины и активисты, принесли сладкие угощения, а также предложили свою помощь по дому. Помыли полы, вынесли ковры на снег, чтобы почистить. Теперь стол. Это проблема. Гости и двор от снега расчистили. Сама Нина Ивановна этого делать не может. Не позволяет возраст и здоровье. Помогать таким одиноким пожилым людям активисты ЗВУ будут по всей области. Проект у нас реализуется на всей территории Челябинской области. Все 47 отделений за возрождение Урала уже включились в этот проект. Сегодня мы направили всем примерную инструкцию, как он может быть реализован. В списке тех, кто живет один и кому может понадобиться помощь неравнодушных, предоставляет Совет ветеранов области, а также соцзащита. Проект продлится до окончания зимы. Артур Ишпулатов, Виктор Щелков, ОТВ.